Микс Ньюс. Радио Болткома. 93,9. Полдень. Кофе. Бутерброд. На Болткоме. Разворот. Самые важные вопросы дня. Самые актуальные гости. В прямом эфире Радио Болтком. По рабочим дням в полдень. Участие слушателей обязательно. Разворот. У нас гости. Ребята, а это я ломаю дверь. Телефон прямого эфира Радио Болткома. 672 12 93,9. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Разворот. В студии работает Марис Моркан. Вадим Родионов. И звукорежиссер Евгений Копейн. У нас сегодня целых 4 гостя в эфире программы Разворот. Во-первых, это создатель общественной организации «Новая латвийца» психолог Мария Шумихина. Здравствуйте. Здравствуйте. Специалист по управлению персоналом, обладатель ВНЖ Павел Переверзев. Здравствуйте. И социолог Ирина Крылова и программист Максим Крылов. Добрый день. Добрый день. Давайте начнем, наверное, с организации «Новая латвийца» или «Новая латыши», потому что по-разному вас называют. Вы сами себя кем считаете? Мы, конечно, создавали как латвийцы, но мы понимали амбивалентность этого понятия, потому что на латышском нет самого по себе слова. Но когда мы предлагали, обсуждали с нашими латышскими знакомыми, друзьями такое новообразование, которое ввел Райнис, типа, может быть, нам стоит такое, а вот нам говорили, нет, не надо, это слишком вычурно, давайте уж просто латвийшись. Так что вот мы латвийцы, но латвийшись. Ну, при этом формально вы латыши называете. Ну да, получается, наверное. У нас, извините, мы проверили на официальном сайте государственном, например, недавно получивший гражданство Латвии египтянин называется «Яунс Латвиэтис». Поэтому, поскольку так называют всех новых жителей Латвии, мы сочли это название уместным. Ну, что касается вот этой этнической принадлежности, учитывая, что латыш – это этническая принадлежность, а латвийца – это принадлежность к стране, вот вы всё-таки остаётесь при этом и считаете себя русскими, или как бы здесь идёт речь уже о полной такой трансформации, вот как вы это видите? То, что мы, кем мы родились, мы это изменить не можем. И, конечно, речь идёт о принадлежности стране, потому что она нам очень понравилась, это причина, по которой мы переехали, и мы как раз стараемся интегрироваться, узнать больше, и чем больше мы узнаём, тем больше она нам нравится. – Даже несмотря на все сложности, которые вы сейчас переживаете? – Ну, было бы наивно ожидать, что путь наш будет усыпан розами без шипов. Конечно, сложности есть всегда, но они не должны затмевать то хорошее, что есть. – Павел, как вы это видите? У вас нет разочарования? – Нет, у меня нет разочарования, у меня есть… Мне действительно многое здесь нравится, и при этом у меня нет там розовых очков, я не считаю, что всё там совсем безоблачно, здесь есть определённые сложности и с локальным бизнесом и так далее. Но, тем не менее, мы очень довольны, что мы здесь пришли. Честно говоря, я, когда мы впервые во взрослом возрасте приехали в Латвию, я на третий день сказал, что вы как хотите, а я, пожалуй, здесь буду… Мне здесь нравится, я здесь останусь. – То есть такая любовь с первого взгляда в какой-то степени? – Ну, в какой-то степени можно сказать, что так, да. – Хорошо, но что касается последних событий, которые происходили вокруг обладателей видов на жительство, и в первую очередь вокруг россиян, поскольку, в общем, небольшой секрет, и национальное объединение, которое лоббировало эти поправки, подчёркивало, что речь идёт в первую очередь о россиянах. Вот эта история с пяти тысячами пошлина, борьба за законом и так далее. В общем, получилось, что закон вроде как смягчили, но всё равно через 10 лет тем, кто получил ВНЖ до 2014 года, придётся либо получать ПМЖ, то есть постоянный вид на жительство, либо платить по пять тысяч евро за вид на жительство. Вас это не огорчила? Вот история, сам факт, сам прецедент? – Ну, первое, конечно, это было… Что такое инвестиции? Это вообще история вложения в определённый уровень доверия, да, когда меняются условия задним числом, всё-таки это для нас было заднее число, да, то и доверие подрывается. Но мы именно благодаря тому, как происходил вот этот диалог с депутатами, и благодаря тому, что президент обратил внимание на это, у нас как-то вот уровень доверия всё-таки… То есть и тому, что в итоге голосование было вот поэтому, то есть в пользу вот этого мягкого варианта, нам это лучше подходит, да, то есть и доверие было частично восстановлено, да, гораздо хуже ситуация у тех, кто получал ВНЖ после поправок 2014 года, да, то есть у них там… Они раньше должны будут оплатить этот взнос, если они не получат постоянный вид на жительство до этого времени. Вот, а мы в основном, ну, то есть и в организацию эту собрались в основном как раз те, кто и планирует свою жизнь связывать с Латвией, и вкладываться здесь. То есть для вас ПМЖ – это вопрос, в принципе, практически решённый, вы собираетесь его получать? Да, да, абсолютно точно. Ну, если никакие, как бы сказать, накал страстей не вырастет до какого-то такого иррационального уровня, да, чего не хотелось бы. А какое число ваших, вот, сколько человек сейчас ваших, в общем, общественные, можно сказать, организации? Да, ну, у нас, вот видите, есть у нас такая, как бы, зона актива, тут ещё несколько человек не присутствует, это около десятка, да, и ещё человек 20 нас, вот, ну, как бы поддерживают, просто, в принципе, организация новая, мы ещё официальные процессы, вот, как бы, включение новых членов и так далее, да, мы этим не занимались. У нас пока другие приоритеты немножко. Да, ну, то есть приоритеты нет таких, там, вот, пикет устроить, создание Сейма, да, или кабинет. Нет, ну, мы надеемся, что не будет необходимости такое. Да, я думаю, что мы в любом случае будем стараться быть максимально аполитизированной организацией, всё-таки для нас жить здесь, это не участие здесь в политической деятельности, да, это участие здесь, как бы, в социальной и в общественной, в деловой жизни, в конце концов, но мы, ну, никто из нас не является политиком, спасибо. Максим, ну, вы, кстати, не видите вот проблемы в том, что даже общественная жизнь может создать вам определённые проблемы. Хорошо, возьмём Елену Лукьянову, бывшего адвоката Ходорковского, профессора, юриста, которая высказалась нелицеприятно, но, в общем-то, я слышал это интервью, ничего там такого критичного не было в отношении Латвии, которая там не допускает, допустим, треть населения к власти и так далее. В общем, все эти проблемы, которые хорошо известны местному русскоязычному населению. Сейчас уже подано заявление от национального блока партии, которое входит в состав правительства о том, чтобы лишить её вида на жительство, что она очерняет Латвии и так далее. То есть, любое слово сказанное и, возможно, которое кто-то расценит как критическое, может стоить того, что в прокуратуру, в МВД, в МИД будет направлено заявление в отношении любого из вас, чтобы вас... Анонимные или неанонимные. Да, у нас любят разные. Да, ну вот, то есть, как вы к этому относитесь? Ну, понимаете, в чём дело? В принципе, в любой стране, любой гражданин этой страны может в любое государственное учреждение отправить любое предложение, требование или идею. Гражданин – да, но речь идёт о правящей партии. Ну, член правящей партии в том числе. Вопрос дальше. Собственно, механизмы демократического государства, они основаны ровно на том, чтобы путём сдержки противовесов вот компенсировать всевозможные, скажем так, перегибы в управлении государством. Кто-то может предложить более радикальные, кто-то менее радикальные, но если ответственные, компетентные органы, в данном случае, там, видимо, МВД и правительство, проанализировав это предложение депутата, не дадут по нему положительного заключения, то это будет примером нормального, естественного, демократического процесса. Если же вдруг, не дай бог, эта идея будет дан ход, ну, будет печально. На наш взгляд, это не является примером именно демократических процедур и практик, когда за слова человека лишают, ограничивают в каких-то правах. Ну, на сегодняшний день вы не чувствуете дискомфорта в связи со сложившейся ситуацией, то есть не приходится ли вам задумываться о том, что, где, как говорить, то есть не приходится ли, в общем-то, сдерживать себя в каких-то вот... Да, такая самоцензура. В каком-то проявлении, да, самоцензура не включается? Хороший вопрос, то есть фактически речь идёт о том, насколько безопасно в обществе говорить о каких-то проблемных вещах. То есть это фактически про главную там свободу, да, демократическую, но мне кажется, что если не придерживаться каких-то экстремальных точек зрения, да, которые, наверное, могут быть как-то восприняты очень негативно, а у нас, по-моему, никто этих позиций не придерживается, то нам ничего не грозит. Ну, то есть... А что вы понимаете под экстремальной точкой зрения? То есть, понятно, мы можем, конечно, взять законы, посмотреть там разжигание межнациональной розни и так далее, это всё известно, хорошо, но есть некие субъективные моменты, допустим, если вы будете говорить о том, что русские в Латвии имеют право защищать свои права, то есть вот это тоже определённые депутаты могут приравнять к экстремальной точке зрения, потому что бывают такие прецеденты. Вот как быть в этой ситуации? Вот мне кажется, что здесь ключевое понятие – это вообще норма закона, да, то есть вот может быть это стоит обсуждать на уровне юридической экспертизы, насколько закон, собственно говоря, защищает право человека высказываться, да, и насколько наоборот. Я знаю, что здесь есть спорные ситуации, просто в принципе это же всякими европейскими нормами вполне должны регулироваться. Да, но вот Лукьянова, она юрист, и если будет такой прецедент, она будет сражаться в суде, и я уверен, что она может победить, потому что, ну или как бы сама эта борьба, которая может возникнуть, она может быть очень громкой. Вы знаете, вот хочется ещё добавить, вот с момента, когда мы начали, в общем, тоже в каком-то смысле отстаивать свои права вот с этим всем ВНЖ, да, как Мария уже сказала, мы много разговаривали, общались с депутатами и так далее, то есть у нас был диалог. Вот на наш взгляд очень важным моментом является возможность устраивать этот диалог. И я бы очень хотел, чтобы и господин Шноры, и господа из Нацблока, и господа из Согласия, Единства и так далее были способны вести диалог. Вот в процессе диалога я почти уверен, что можно решить, ну, если там не 100%, то, по крайней мере, 99% проблем, которые люди озвучивают, но не готовы обсуждать. То есть они говорят, вот есть проблемы, не знаю, там, с русским языком, с агрессией стороны России, но они не обсуждают это с оппонентами, они просто как бы это заявляют, закрываются и... Конструктивный диалог. Да, нету поиска решения. Да, но вот на... Вот мы поняли, что этот диалог возможен, и для нас, на самом деле, очень, и самое основное достижение это наличие этого диалога, вот хочется его как бы распространить, в том числе и на господина Шнора, если он согласится вдруг... Для вас тоже, как Мария сказала, что вернулось вот это доверие, да, государству, но вы же знаете, что у нас очень, ну, был период, когда очень легко люди попадали в черный список, просто и... Валерия Кобзон, Газманов и так далее, причем Валерию и Газманова так толком не смогли объяснить, почему. Да, но тем не менее... Да, легко, и коллеги по цеху, они к культурному, например, если вы про артистов говорите, они продолжают, посмотрите афиши концертного зала «Дзентери», ну, ничего не изменилось, просто фестиваля нет, новая волна, а все там, лепс, ну, я хочу перечислять, да, и те, кто... и выступают те, кто подписали письмо, которое там по присоединении или возвращении, как там каждый по-своему говорит, Крыма, да, но в эти списки легко попасть. Ну, наверное. Это звучит немножечко, как, типа, вы спрашиваете, есть ли такая угроза для нас, но мы надеемся, что нет, вот, потому что мы максимально открыты, да, там, не знаю, послушны закону и действуем в рамках закона, и даже создание этой бедры бы, там, предшествовала, там, беседа с полицией безопасности. То есть вас вызывали? Нет, нас не вызывали, там это было более, да, фактически одно из наших коллег с ней обсуждали по телефону, что вот это адекватная деятельность, да, когда ваша деятельность, ну, то есть прозрачная, и будем надеяться, что в этом духе и продолжится, вот, а что касается, там, нападения такого, как бы, на Елену Лукьянову, то здесь просто, мне кажется, очень важный момент, что это юрист мирового уровня, ну, то есть, который отстаивает интерес, там, в европейском суде по правам человека и так далее, и это юрист, чей огромный вклад заключается в том, что в Ходорковске была отпущена свобода, поэтому, когда идут обвинения в том, что она, там, агент Кремля, да, это заставляет задуматься вообще над уровнем здравого смысла, да, и компетентности тех, кто про это говорит, да, мы хотели, мы можем тоже, как бы, посмотреть, что за этим стоит, ну, то есть, действительно ли человек так считает, или он пытается просто так, ну, использовать в целях каких-то спекулятивных. А это общество, это, Павел, это вот какая-то жизненная необходимость, или вам есть с чем еще заняться, потому что на это уходит, наверное, много времени? На это действительно уходит времени довольно много, я бы даже сказал, больше, чем мы планировали, когда просто объединились, надо понимать, что там законы ВНЖ, которые мы сейчас обсуждаем, он был поводом для нас, там, познакомиться, объединиться, там, встречаться, да, сформировать некоторую, например, инициативную группу, да, и я, честно говоря, надеюсь, что, когда у нас не будет необходимости обсуждать такие острые законы сейва, мы будем просто друг с другом работать, сделать какие-то интересные социальные проекты, культурные проекты, там, не знаю, начинают языковых каких-то клубов, да, и, там, помощи друг другу в приезде сюда, там, да, кто-то что-то знает, кто-то знает хорошего плотника, отлично, там, спросили, группа подсказала, поделилась каким-то своим опытом, там, интеграционным ли, да, то есть, как мы сюда приезжаем, что мы делаем, какие дети в какие школы ходят, там, обмениваться мнениями и так далее. Но плюс будем выходить, как бы, наружу. Честно говоря, у меня есть некоторое пожелание, что, может быть, мы в какой-то момент просто стали бы, вот, там, еще одним благотворительным фондом в Латвии, когда просто групп мы, там, нас, приехавших, могли бы что-то хорошее, интересное здесь полезное делать. Мы говорим о ситуации, которая разворачивается и продолжает разворачиваться вокруг обладателей видов нажительства, и вот последние новости, о которых мы говорили в частности в прошлой части нашей программы, о том, что нас объединение призывает не продлевать ВНЖ, цитата, агентам Кремля. И в агенты Кремля уже записали Елену Лукьянову, адвоката, кстати, Михаила Ходорковского, что символично и симптоматично, как мне кажется. Ну что ж, если продолжить эту тему, вы чувствуете уже себя латвийцами? Я думаю, что как раз нам нужно еще доработать, как латвийцы, к моменту получения постоянного вид на жительство, и там, в частности, там, учим латвийский язык, и сейчас будем принимать участие в некоторых социальных проектах, которые мы обсуждали. То есть в процессе знакомства с депутатами мы пришли к выводу, что вообще интеграционные социальные проекты очень нужны. Вот, и сейчас там нас пригласили помочь интеграционным процессам, вот, в Лизице фестиваль Комета, потом у нас есть одна такая тема. Я не знаю, насколько, ну, в принципе, в Латвии очень значимо, да, то есть кем вырастут дети, как бы, да, и хотим привлечь внимание к такой ситуации, да, что есть огромный пласт людей, которые никак в этих интеграционных процессах не задействованы, а могли бы быть очень полезны. Это, собственно говоря, пенсионеры. Вот, и если бы была создана некая традиция передачи опыта, там, жизненного, там, культурного и так далее, да, вот, там, детям, в том числе, таким, как наши дети, да, где можно было бы рассказывать о специфике национальной культуры, да, там, вот какие-то, вот эти вот, как бы бабушки и дедушки, да, такие, вот. То есть это было бы очень позитивно для, ну, то есть для, и для той группы, да, как бы и для детей, и для, в принципе, там, снятия определенного уровня, там, социальной напряженности. А что вы подразумеваете под темой интеграционный проект? Интеграция, ваше понимание, это что? Ну, не хотелось бы прямо дословно цитировать, там, наши, как бы, кредо, там, организации, да, но это уважение к местным ценностям, к латвийским, латышским, и в том числе к языку, ну, и к культуре. И это необходимо, то есть вот это дань уважения, как бы, стране, которая нас принимает, это очень важная вещь, и чем острее конфликты вокруг этого крутятся, да, тема разобщения общества, да, нам бы хотелось какой-то вклад внести в то, чтобы оно было не таким напряженным и не таким разобщенным. А для вас это был сюрприз о том, что, когда вы сюда ехали, что здесь такая пропасть между, ну, если можно так, ну, так жарим сказать, да, что существует. Вы знаете, на бытовом уровне я бы не сказала, что мы её чувствуем, да, мы встречаемся с очень приятными, ну, как бы, симпатичными нам людьми, с очень тёплым отношением, в принципе, и так далее. Может быть, мы скорее видим, что эта пропасть существует как некая политическая карта, вот, ну, то есть, которую разыгрывают разные… Ну, каждые два года. Вот, ну, да. Но на человеческом уровне, мне кажется, что люди очень сильно переросли этот уровень конфликта и готовы к диалогу. Давайте примем звонок, у нас на линии радиоактивной, давайте на уши. Здравствуйте. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Приятная у вас компания там. Господа, я вот, если бы я сейчас принимал какое-нибудь решение на месте национальных наших кадров, я бы тоже их поддержал, потому что вы слишком умные. И рано или поздно вы начнёте бороться не за свои права, а с тем, что у нас здесь происходит. Вы интегрируетесь, всё прочее. И если вы не согласны с тем, что происходит в России, то вы в будущем, может быть, не согласны будете с тем, что происходит у нас. Мало того, вырастут ваши дети. И как там во Франции есть французы, несколько отличающиеся от коренных французов, как вот сейчас этот выходец из Афгана, что-то там сотворил в Америке, то ваши дети могут быть интеллектуально поддержать тех, кто сегодня хочет для того, чтобы Россия не ссорилась или Латвия не ссорилась с Россией. А задача тех, кто нами управляет, в любом варианте никогда не допустить, чтобы мы дружно жили с Россией. Вот. Поэтому вы будете лишние, вы сейчас уже лишние с точки зрения тех, кто нами сегодня управляет. — Спасибо. Павел, может быть, вы прокомментируете реплику. — Ну, понимаете как, я сделаю шаг назад к заявлению по поводу Лены Лукьяновой. Мы в некотором смысле понимаем озабоченность, понимаем волнение некоторых представителей власти по поводу относительно некоторой угрозы. Мне, честно говоря, самому не нравится, когда кто-то из моих российских друзей что-то плохое говорит про Латвию. Я тоже, у меня тоже внутри все закипает, я пытаюсь ее сказать, да нет, у нас тут все хорошо, нет, у нас тут ни того, ни сего. В данном случае я как бы, ну, что значит мы здесь лишние, потому что там по озвученным, условно говоря, причинам. Являемся ли мы угрозой? По-моему, очевидно, нет. Ну, посмотрите на нас, какая из нас угроза. Являемся ли мы политической силой? Ну, и амбиций таких тоже не имеем. Поэтому, как бы, нравится ли нам здесь? Готовы ли мы критиковать, может быть, иногда страну, которая нам нравится? Да, безусловно, потому что это улучшение. Да, мы, ну, как бы, принимать все безоговорочно, как это делается в некоторых странах, говорящие, мы будем любить свою власть, какой бы она ни была, ну, мне кажется, это неправильно. В этом смысле положительная критика, она, ну, в большинстве случаев, мне кажется, она идет на пользу. Ирина, как вы можете прокомментировать? Ну, в принципе, я и с Павлом соглашусь. А с другой стороны, хотел сказать, что, конечно, да, мы хотели бы прилагать усилия к тому, чтобы все какие-то недочеты устранялись. Более того, я и не вижу, что любая критика здесь невозможна. Как уже говорили, у нас был прекрасный совершенно диалог с депутатами. Мы видели заинтересованных людей, которые хотели понять и услышать другой взгляд на проблему. Поэтому такое у нас все равно сохраняется оптимизм, и поправки были приняты в более мягком варианте. А то, что касается опять-таки всей интеграции и диалога, на бытовом уровне напряжения этого нет. Я подержу Марию. А стремление и с латышской стороны познакомиться с нами, узнать нас такие, какие мы есть, и более того, принятие нас мы ощущаем. Я добавлю, да. Ну, опять же, вернемся к этим нашим всем историям. Когда мы приходили встречаться с депутатами разных партий, разных фракций, то почти всегда ситуация развивалась по такой схеме. Вначале нас так смотрели с подозрением. Вот, может быть, действительно агенты чьи-то. А в конце как-то говорили, да, слушайте, вы нормальные люди, мы с вами можем говорить, вы с нами можете говорить. Но вы не чувствовали, что к вам изначально относятся с неким предубеждением? Нет, я говорю, изначально была в той или иной степени опасливость. А кто это? А что им надо? Мы 5 тысяч оставили. Нет, почему? Нам надо, когда все-таки засомневались. Не знаю, благодаря нам, не важно. Но вот за 30 минут общения, как нам кажется, отношение у депутатов менялось. О чем это говорит? О том, что опять-таки в процессе диалога, мне кажется, даже самые непримиримые противники имеют шанс изменить, хотя бы чуть-чуть сдвинуть свою непримиримую радикальную точку зрения к тому, чтобы все-таки о чем-то начать договариваться. А на каком языке вы общались, кстати, с депутатами? Через переводчика или на русском? И на русском, и на латышском. Вот еще тоже хотела бы добавить. Даже переехав на новое место, вот наш новый дом, у нас соседи латыши, и они тоже на нас сначала смотрели, ну, с определенным недоверием. Но прошло время, мы встречаемся, мы улыбаемся, придерживаем друг другу дверь. Это нормально. Мы не ожидали, приехав сюда, что нас все примут с распростертыми объятиями просто потому, что мы приехали. Кто мы? Мы чужие незнакомые люди. Но то, что живя бок о бок по соседству и узнавая друг друга лучше, мы находим общий язык. Более того, наши культуры в принципе не так уж далеки. Это вот разница между, грубо говоря, родными и двоюродными. Но если брать сходство и различия вот с остальным миром, с другими культурами, там они совершенно радикальны. Поэтому все предпосылки для нахождения общего языка у нас есть. Давайте еще звонок примем. Надевайте наушники. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый. Я хотел гостям выразить такое мнение, которое в принципе я довольно часто слышу в русскоговорящей среде относительно тех, кто сюда приехал, что это люди в любом случае, которые где-то предали, не предали Россию. И поэтому немножко от русскоговорящих к ним идет такое отношение, что вот вы сбежали сюда, а для чего и зачем? Потому что вот и шам они не нужны, а у русских уже немножко другое отношение. Ну, как версия. Спасибо. А вопрос можно вам задать? Уже сорвался наш радиослушатель. Насчет предательства. Популярный упрек со стороны части, возможно, даже незначительной, определенной части местного русскоязычного населения. Вот сбежали оттуда, что приехали сюда и пытаетесь понравиться. Ну, мне кажется, что здесь принципиально важно. Действительно, группа людей, которая образовалась и создала это сообщество, очень важно, что мы все выросли на демократических идеалах. Извините, пожалуйста, за пафос. Вот, то есть нам все, ну, то есть мы были там в подростковом возрасте, случилась перестройка. Это было потрясающее, как бы, уважение к правам людей на, ну, то есть на какое-то самовыражение, да, отмена, ну, там, фактически как дитаторских таких режимов и так далее. И предавать вот эти идеалы нам кажутся гораздо худшей вещью, чем географические изменения, скажем так. Ну, то есть мы считаем, что это очень важно, что люди, которые стараются, в принципе, делать окружающий мир лучше, да, среди нас таких много разными способами, вот, хотели бы иметь такую возможность, да, и не разделять какие-то там агрессивные, насильственные действия, которые там может вести какая-то страна, например. Вот ты еще хочешь? Да, потом, ну, тут сам термин предательства, мне кажется, вообще там кардинально неправильно используется, да, там, если я даю присягу, как солдат, а потом бегу в обратную сторону, то вот это предательство. Если я в ЗАГСе обещаю своей будущей супруге верность и заботу, а сам там иду налево, то это предательство. А если я меняю место своего жительства, то в чем здесь предательство? Если человек переехал из центра Москвы в Бутово, он предатель центра, или там человек, не знаю, в одном доме разменял однушку и купил себе двушку, он предатель однушки, то есть вот тут на глубинном уровне у людей нету, как мне кажется, понимания того, что такое предательство, там понятие родина, понятие, не знаю, уже там дальше можно идти куда-то в область космополитизма, но о каком предательстве речь? Ну, никому не предавали. У нас те люди, которые уезжают на заработки и постоянное жительство в Англию и в Ирландию, здесь их не называют предателями, здесь даже так и не думают. Этот человек, я хотел бы спросить, сколько одноклассников его сейчас живут в Ирландии. Более того, в фейсбуках в процессе тоже все это обсуждение, там, например, была одна дама, которая из Риги переехала, по-моему, в Ростов. В Воронеж. В Воронеж. Ну, у меня не поворачивается язык, там, назвать ее предательницей Латвии. Ну, да, человек просто выбрал то место, в котором он чувствует себя комфортнее, востребований, где видит больше способов реализации себя. Для кого-то это Рига, для кого-то это Москва, для кого-то Воронеж, для кого-то Токио, Пекин и так Какой следующий у вас шаг, вот, у вашего общества? Вы будете еще встречаться, там, назначены встречи с депутатами, с комиссиями? Ну, мы с некоторыми договорились о том, что мы будем обсуждать. Дело в том, что многие депутаты, они тоже не хотят быть связаны исключительно политической вот этой вот деятельностью. Мотивацией, да. Ну, то есть, они тоже заинтересованы в позитивных изменениях в стране и готовы нас в этом смысле как-то использовать, а мы готовы быть использованными в этом смысле. Давайте, звонок в премию, у нас много радиослушателей на линии. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Понимаете, предательство, конечно, звучит слишком грубо, может быть, но, с другой стороны, милые дамы и господа, если вам не нравится ваш строй в вашей стране, почему бы не побороться вам дома, а не сидя в Латвии, в Литве, там, в Испании, еще где-то, на заработанной, каким путем неизвестно, деньги, вы пытаетесь доказать, что вы такие борцы с правдоправду, особенно госпожа Луфьянова, которая воспитывалась, все знаем, в какой семье, ее папа был такой, совсем незнакомый с господином Горбачевым, и вы пытаетесь нам доказать, что это что-то супергромкое вы произвели на своем боже. И такой борец госпожа Луфьянова за свободу, счастье и всех остальных благах человечества. У меня, конечно, много к вам вопросов, но просто времени не хватит. Приходите, встретимся. Да, диалог как раз можно начать. Давайте. Спасибо, но вот, как вы, тоже реплика, не вопрос. И нет, у людей все время ощущение, что мы пришли что-то доказывать и обязательно бороться. На самом деле, мы приехали жить, детей воспитывать и работать на благо общества, а не там с палками ходить и воевать. И, наверное, многие уважаемые нами люди в России остаются принципиальным соображением. Ну, не знаю, например, Шендерович, да, вот он не уезжает из страны, а продолжает бороться. И в нем, видимо, есть дух борца, и слава богу, мы не хотим бороться вот в таком ключе. Мы хотим жить на благо всех тех, кто живет рядом с нами. Да, и чтобы дети были воспитаны в благополучной среде. В общем-то, вот. Давайте еще звонок примем. Здравствуйте. Вы, Василий, говорите. Добрый день. Ну, у меня никаких слов, осуждений нет. Это типичный конформизм, он сейчас присущ практически всем. Достаточно много людей уезжает из Латвии, почему из России не уезжает. Ну, вот одна маленькая особенность, понимаете, что не то, что разрождает, а какой-то вот осадочек оставляет. В принципе, площадку, которую вы выбрали, да, вот Латвия, она же все-таки это задворки Западной Европы. С точки зрения, я не знаю, что у вас изумляет здесь или восхищает, с точки зрения совершения прав, значит, гражданских населения и политического устройства, дискриминации и так далее. То есть, это не лучшее место, где можно было бы доказывать своей стране, что как она должна развиваться в лучшую сторону и как ей быть. Спасибо. Да, Мария. Мне кажется, что здесь очень важно вот это вот мнение о собственной стране, как о задворках каких-то, да, оно может быть как раз в каком-то смысле и мешает определенному развитию. Мы выбрали эту страну, потому что она нам нравится, потому что вот это реально есть, тут есть чувство дома, можно сказать, вот это очень ценное для нас чувство. Вот, поэтому мы будем надеяться, что как-то мы сможем быть достаточно полезными, да, чтобы страна, там, Латвия через какое-то время перестала считать себя задворками, ну, хотя бы вот на уровне... Без столовой витрины. Ну, вас делают посланниками Шандеровича и там и остальных, да, какую-то оппозицию, но вы как раз не говорите ни о какой политике, тем более вот сегодня. Вот мы не являемся этими... Только все звонки, которые были, да, на вас смотрят как на политических, там, предателей, режимов или чего-то. Национальных предателей. Понимаете, я, честно говоря, при том, что очень любое слово предательство, но мне кажется, что при этом там, закрывать глаза на то, когда в твоей стране не работают выборы вообще, когда в твоей стране не работает судебная система, закрывать глаза и ничего не делать, как бы это гораздо большее предательство, чем уехать туда, где твой ребенок будет ходить в школу лучшего качества. Давайте примем еще один звонок, он подведет итог сегодня нашей беседы очень коротко, попрошу нашего радиослушателя высказать. Добрый день. Добрый. Знаете, меня тоже несколько зацепила тема предательства, и поэтому у меня очень простой вопрос. Не дай бог, если случится противостояние между и между, что вы будете делать конкретно, что будет делать мужчина и конкретно, что будет делать женщина? Ну, это вопрос гипотетический, его нередко задают, я не знаю, на самом деле, насколько вы хотите на него отвечать. Я могу ответить, я думаю, что не дай бог, конечно, такое случится, и вообще неблагодарное дело говорить, а вот если то-то, то я то-то, потому что одно дело намерение, а другое дело реальная ситуация. Но я думаю, что я буду, если вот так формулируется вопрос, я думаю, что я буду защищать то место, где я живу. Ну, старше, на этом мы сегодня закончим программу. Напомню, что в программе «Разворот» сегодня были создатели общественной организации «Новые латвийцы» Мария Шумихина, Павел Переверзев, Ирина Крылова и Максим Крылов. Спасибо вам большое, что пришли, и спасибо за это, что пригласили.